Последние 4 года мы, конечно, провели достаточно большие масштабные работы по реконструкции старых объектов, которые были у нас даже, можно сказать, заброшены и непосещаемы людьми. К примеру, городской парк культуры, он у нас был в таком плачевном состоянии, его посещаемость там составляла, грубо говоря, где-то 30-40 человек в день. На сегодняшний день у нас средняя посещаемость по году составляет более 300 человек в день. И это говорит о том, что это точки притяжения. Потом у нас дом культуры был достаточно в плачевном состоянии, и уже давным-давно там не проходили никакие концерты. Мы провели реставрацию в 2016 году, и на сегодняшний день к нам приезжают артисты со всей страны. Это и московские театры, и оперы, и балеты. И приезжают, дают спектакли одни из лучших трупов Российской Федерации. Не только областные и местные, но и со всей страны. И у нас сегодня заполняемость зала бывает настолько велика, что даже мест не хватает. Это 450 посадочных мест. Также у нас увеличилось достаточно большое количество кружков в доме культуры. То есть там и хореография, и ветераны занимаются, и современными танцами дети занимаются. И цирковая студия «Феерия» у нас. Есть такая замечательная студия, в которой дети представляют интересы не только города Южноуральска, но и всей Челябинской области, и на мировых площадках. Я считаю, что это тоже достаточно большая заслуга. Ну, конечно же, это строительство нашего большого ледового дворца современного, в котором достаточно много детей занимается. Да не только детей, но и взрослых тоже. За 2018 год посещаемость составила порядка 80 тысяч человек в год. Я считаю, что Южноуральска с населением 38 тысяч человек – это достаточно большое количество. Ну, конечно же, современный кинотеатр, который получил после его реконструкции, мы получили грамоту, как самый стильный кинотеатр Российской Федерации по программе Госфильмофонда. Это тоже говорит о чем-то. Ну, конечно, детская школа искусств, которая развивается у нас семимильными шагами, в ней занимается у нас 1400 детей. Там, может быть, какие-то цифры, могу ошибиться, но около 1400 детей занимается. И в 2018 году школа вошла в 50 лучших школ в Российской Федерации. Поэтому IT-куб имеет самое прямое отношение, чтобы быть тоже на лидирующих позициях не только в городе, но и, может быть, на уровне страны. И, конечно же, мне хочется, как главе города, хотелось бы, чтобы наша молодежь жила активной современной жизнью и была, как говорится, в тренде со всей молодежью и таких городов-миллионников, как Челябинск, Москва.